Собаки помогут югорчанам выйти из стресса. Сургутское общественное движение «Дай лапу» в сентябре запустит канистерапию. Это такой курс лечения с животными. Три человека уже проходят обучение по данной методике. Об этом активисты рассказали ответственному секретарю Совета предпрезиденте по развитию гражданского общества и правам человека Александру Таченову. Он с рабочим визитом посетил Сургут. Так, за помощью к общественникам смогут обратиться люди, которые испытывают страх, неуверенность, тревожность или находятся в состоянии депрессии. А в строящемся административном здании Доме волонтеров появится КТ-кафе, где для плохо говорящих детей запустят проект чтения вслух. Слушателями станут кошки. Юным сургутянам такая терапия позволит избавиться от страхов и поможет придать уверенности в себе. Открыть Дом волонтеров планируют к 10-летнему юбилею общественной организации в октябре. Сейчас на попечении у активистов больше 100 собак и 70 кошек. Мне кажется, всегда важно, когда люди из Москвы приезжают и знакомятся с региональным опытом. Потому что не все только в Москве и в Петербурге. Есть хорошее, есть очень много чего классного в регионах, что можно, собственно говоря, и брать, и тиражировать. Ну и просто знакомиться с опытом различных некоммерческих организаций, как мы здесь работаем и как мы здесь живем. Потому что, ну, конечно, у нас условия от столиц отличаются. И я думаю, что важно понимать, а как вот оно на местах происходит. Продолжение следует...